Продолжение следует... И инвестиции приличные – 27 миллиардов долларов, и проект масштабный, причём он такой многопрофильный, подключены и другие секторы российской экономики к его реализации. Безусловно, в этом смысле можно сказать, что это мегапроект, он имеет большое значение для страны в целом. Является ещё одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав. Немал СПГ открывает новые горизонты для развития газовой отрасли для всей национальной экономики. Формирует высокотехнологичные рабочие места, в том числе на севере и на Дальнем Востоке, где должен разместиться перегрузочный терминал. Сегодня Леонид Викторович об этом тоже рассказывал. То же самое по себе отдельный интересный проект. Обеспечивает загрузку смежных предприятий, как я уже говорил. Создает основу для эффективного сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути. Важно и то, что этот проект способствует укреплению экономического сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и, прежде всего, с нашими ключевыми партнёрами в этом регионе, с компаниями из Китайской народной республики. Является примером успешной международной кооперации с Францией, Италией, Германией, целым рядом других европейских государств. Конечно, число таких перспективных проектов нужно увеличивать. По оценкам экспертов, мировой спрос на газ к 2040 году увеличится более чем на 40%. И, что особенно важно, наиболее активно будут развиваться поставки именно сжиженного газа. Здесь рост может достигнуть порядка 70%. Россия способна и должна занять на этом рынке достойную нишу. Сегодня, как вы знаете, она достаточно скромна. Помимо Ямал-СПГ у нас есть крупный центр по сжижению газа на Сахалине, но, повторю, этого явно недостаточно. Перед отечественным ТЭКом в числе ключевых стоит задача по наращиванию мощности и объёмов производства СПГ. На чём в этой связи хотелось бы сделать основные акценты. Первое. Производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению уже завоёванных позиций на рынке сетевого газа. Более того, их нужно удерживать и, безусловно, укреплять. Работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом. А, напротив, необходимо создать условия для сбалансированного, взаимодополняющего друг друга направлений, чтобы в целом получить максимальную отдачу. Второе. Спрос на сжиженный газ нужно активно формировать и внутри нашей страны. Его применение может быть расширено, в том числе за счёт поставок в удалённые населённые пункты, не имеющие сетевого газа, за счёт перевода общественного транспорта на более чистое и экологичное газомоторное топливо. И в этой сфере, кстати, у нас уже есть хорошие специальные программы. Рассчитываю, что более подробно о мерах поддержки потребления сжиженного газа на внутреннем рынке мы ещё поговорим в ходе нашей сегодняшней встречи. Третье. Особо подчеркну, что такие проекты, как Ямал-СПГ, создают основу для устойчивого развития территорий. Только тут, в Сабете, сформировано порядка 32 тысяч новых рабочих мест. Вот сейчас, как Леонидович сказал, чуть поменьше работают, но в целом это десятки тысяч рабочих мест. Создана новая портовая инфраструктура, авиационная, железнодорожная инфраструктура, жильё, социальные объекты. Иными словами ведётся не хищническая, бездумная добыча ресурсов, а идёт комплексное развитие территории с реализацией целого ряда, в том числе, экологических программ. Именно такие подходы должны применяться и в будущих СПГ-проектах. Важно и то, что в рамках Ямал-СПГ развивается навигация по Северному морскому пути, формируются логистические маршруты, наращиваются танкерный ледокольный флот. Уверен, всё это даст нам уникальные преимущества в экономике, в торговле, в энергетике. Четвёртое. Очевидно, что для увеличения объёмов поставок СПГ нужно развивать мощности по сжижению газа, создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его выпуска хранения, транспортировки, обеспечивать тем самым загрузку собственных предприятий промышленности. Знаю, что такая работа ведётся и сейчас. Вместе с тем, её нужно активизировать. Более того, она должна вестись в упреждающем темпе, так, чтобы будущие СПГ-проекты по максимуму реализовывались с помощью отечественного оборудования и технологий. И ещё в рамках диверсификации ОПК предлагаю подумать о возможном участии оборонных предприятий в проектах по локализации и выпуску высокотехнологичной продукции в интересах газовых компаний. И, конечно, в завершение хочу пожелать проекту Ямал-СПГ успехов в реализации всех намеченных планов – и второй, и третий, и вновь возникшие, неожиданно возникшие четвёртые очереди, ну и, конечно, по реализации следующего этапа Ямал-СПГ-2. Спасибо. Спасибо.